Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Лето перевалило за свой экватор, и опытные дачники, да и неопытные, уже собирают первые урожаи, уже картошечку подкапывают, кто-то и морковку, лучок срезают и так далее. И как показывает ситуация, наверное, они правильно и сделали, потому что цены на плодо-овощную продукцию в этом году просто взбесились. Вот по данным коммерсанта, который присылается на Росстат, в июне морковь подорожала на 37%, картофель на 20 с лишним процентов, капуста на 14, опять-таки, с небольшим процентом. Да вы сами ходите в магазин, дорогие телезрители, и видите, что, ну, какой-то парадокс. Те самые бананы, про которые Путин нам рассказывал, что, почему они так стоят, бананы стоят дешевле, чем наша картошка. При том, что, казалось бы, тоже уже вроде бы как начинают завозить ее с юга России, то есть картошка у нас вроде как уже не импортная, уже пошла, уже вроде бы наша русская. А все равно цены очень и очень приличные сейчас, да, они пошли вниз, но, тем не менее, невыобразимы. Опять-таки, знаете, я вспоминаю, в советские времена картошка была одна из самых дешевых овощей, 10 копеек килограмм стоят, 10 копеек. Даже я, кстати, тогда еще удивлялся, ну, как это такой важный продукт, какие-то 10 копеек. Ну, вот так вот, тем не менее. А сейчас, вы помните, еще недавно морковь, та же самая, под 100 рублей стоила. О том, что происходит, и стоит ли нам, простым гражданам, ждать послабления, или срочно уж сейчас нужно покупать дачу на будущий год, дабы все сажать самому, как в конце 80-х. Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии, хочу их представить. Это Давид Ильич Мамагулашвили, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Давид Ильич, добрый день. Добрый, добрый. И люди, которые непосредственно работают на земле, и лучше всех нас знают не только, как выращивать картошку, но и почем, собственно говоря, крестьянский труд. Это наши тверские фермеры. Вадим Рожко. Да, добрый день. И Василий Коляцкин. Василий, добрый день. А вы, дорогие телезрители, жду ваших вопросов и просто вашего мнения. Что вы думаете об этой ситуации? Может, кто-то считает, что это нормально, что так и должно быть, поскольку, вот как говорят нам наши органы власти, зарплаты в России растут, оказывается, доходы населения, понимаете, поэтому, чего, моркови-то по 100 рублей не стоить. Поэтому жду ваших звонков. 300-190. Это телефон нашего прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Ну что ж, дорогие гости, вот скажите, пожалуйста, что происходит? Вот вы мне объясните, как человеку, Дмитрий Ильич, вы как эксперт, экономист, а вы, господа, как люди, которые непосредственно, наверное, только недавно земельку срока тряхнули. Вот, поэтому, что происходит? Спасибо. Спасибо, Роман, за приглашение. Я думаю, что сегодняшняя тема нашего обсуждения для наших телезрителей является чрезвычайно актуальным, потому что это та категория, с которой мы сталкиваемся ежедневно. И стабильные цены на эти продукты питания, они как раз обеспечивают, то есть они как раз влияют на то, что мы будем делать завтра, что будет регион делать завтра, страна и так далее. Да, проблема существует. Это проблема достаточно глобальная, я бы даже сказал суперглобальная. Прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам, и коллеги об этом скажут, я скажу, что вообще-то мировая тенденция повышения цен на продукты питания. Продукты питания, они и дальше будут дорожать в будущем, потому что пахотная земля в мире становится все меньше и меньше, народно-население становится все больше. Вот сейчас, хотим или не хотим, будем вспоминать теорию Роберта Томаса Малтуса, так называемое Малтузианство, которое как раз об этом еще очень-очень давно предупреждало человечество. А вы на поле не все учились под вашим руководством? Дело в том, что Малтус говорил, что земля не может прокормить растущее население, и, соответственно, население становится все больше, земля становится все меньше, и, соответственно, надо регулировать народонаселение. Он даже говорил о том, что это регулирование может носить сугубо такой цивилизованный характер, чтобы ограничить определенным образом рождаемость. И он даже в этой ситуации исходил из того, что войны, эпидемии, пандемии, они как раз способствуют тому, что регулируется природным образом, естественным образом народно-население. Конечно, советские экономисты его ругали за то, что он является, мол, поборником войны, льет воду на мельницу империализма и так далее и тому подобное. Но в последнее время все поняли, что его теория очень интересная и, самое главное, правильная. И на основе этого были созданы так называемый Римский клуб и потом последующие подобные категории. И он сейчас в своей повестке дня этому вопросу уделяет большое внимание. Тем более, когда мы сейчас живем в условиях такой страшной пандемии, хотим или не хотим, задумываемся над этими глобальными вопросами, что на самом деле планета, она очень хрупкая, очень маленькая, она небезразмерная. И, соответственно, все, что имеет отношение к существованию социума и человечества, как такового, должно стать очень серьезным вопросом для обсуждения политиков. И не только политиков, это каждый человек должен об этом думать. Ну, это как бы постановка данного вопроса на повестку дня. А если вернуться обратно к продуктам питания, то я еще раз хочу сказать, что, безусловно, это мировой тренд. Если посмотреть за последние 30 лет, цены растут. И если даже посмотрят, европейские фермеры об этом заявляют, и они бастуют достаточно активно, об этом заявляют и канадские фермеры. Даже внутри Соединенных Штатов идет определенная работа в этой области у нас тоже. Но у нас, как всегда, еще добавляются свои собственные проблемы. В частности, я сейчас имею в виду, ну, скажем так, не очень правильный подход в регулировании деятельности в сельском хозяйстве. Я так осторожно выражусь пока. И, конечно же, то, что мы живем в условиях санкции. Даже продукты питания попадают под санкционный запрет. Соответственно, это говорит о том, что мы очень ограничены в выборе поставщиков. И, соответственно, импортом невозможно в нужный период времени закрыть те дыры, которые возникают. А они могут возникнуть из-за сезонности этого, сезонного характера, который имеет отношение к продуктам сельскохозного значения. Это и ошибки в управлении, это и сговор между различными производителями и продавцами. Все это имеет место быть. По чуть-чуть, по чуть-чуть, и получается одна большая проблема. И народ, как всегда, за эти ошибки и за эти проблемы отвечает из своего кармана. Народу, я понимаю, что нужна четкость в этой ситуации. Правительство тоже еще, могу сказать, что не совсем четко определится в своих позициях в этой ситуации. Вот, допустим, буквально недавно все слышали, что, допустим, Мишустин, наш премьер-министр, обменил во всем жадность производителей и торговую сет. Ну, конечно, жадность это не категория экономическая. Да, здесь надо более точные ответы давать. В этом вопросе. Я надеюсь, очень надеюсь, что правительство над этим серьезно думает. Рано или поздно эти ответы появятся. Ну, я думаю, что коллеги могут еще сказать. А мне обязательно скажут, Давид Ильич, но у меня просто сразу, вот, вас телезрители, наверное, на Думу слушают, тоже всех вопросов. Ну, вы сказали, количество пах земель, я не спорю. Но, Русматушка, Давид Ильич, мы едем по Тверской области. Ну, огромное количество пустующих полей. Вот я вчера был на седании правительства, там очередные были вопросы рассматривали о переводе земель и сельхозназначения в лесной фонд, к примеру. Потому что показывали слайды, что называется. Ну, действительно, тут что наш кабинет министров по региональности правильно делает, потому что они, факт, что зарастают земли. Какой в России дефицит пахт на земле? Да, давайте мы об этом тоже поговорим, потому что это чрезвычайно тоже важно. Я надеюсь, что наш телезритель помнит ситуацию в 90-х годах, когда, действительно, мы ожидали, после развала Советского Союза, ожидали определенные проблемы. Эти проблемы были, они нас не разочаровали в кавичках. И почти что каждый человек у себя на даче выращивал этот набор овощей. Потому что в магазине все пропало. Какой-то степени, опережая события, я скажу, что нечто подобное будем наблюдать уже даже со следующего года. В определенном смысле, в определенном смысле, это будет иметь место быть. Пуст, я в этом ничего плохого не вижу. Это будет некий такой запас, который позволит и производителям, и ритейлерам определенным образом пересмотреть цены на свою продукцию. А сейчас уже непосредственно ответ на ваш вопрос. Извините, я вас перебью на мой вопрос. Вы ответите непосредственно после рекламы. Дорогие телезрители, мы уходим буквально 3 минуты и ждем ваших звонков. Мы сегодня говорим о ценах на картошку, морковь и прочее. Вовсе даже не какие-то экзотические продукты. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим о ценах на плоды овощную продукцию. Еще раз говорю, речь мы сегодня говорим не о бананах, не о дынях, не о барбузах, хотя они у нас тоже в Тверской области кое-где растут. Мы говорим именно о наших термяжных, пасконных моркови, капусте, картошке и так далее. Цены, как вы знаете, родители зрителей, в этом году, этим летом, самое главное, что обидно, просто взбесились. Давид Ильич, извините, я вас перервал. Спасибо. Я как раз продолжаю свое рассуждение. Я базируюсь на мнениях множества российских экспертов, которые высказывают свою точку зрения. Я могу все причины сгруппировать в несколько основных. Но начну все-таки с того, что цены, они имеют тенденцию к росту. И мы, наша страна, несмотря на то, что мы хотим обособленно жить в ковечках, все равно находимся под влиянием мировых трендов. И исходя из этого, у нас есть еще свои собственные минусы, которых надо всегда тоже учитывать. Первая причина, почему это происходит, конечно же, это инфляция, которая никуда не девается, и которая и есть у нас, присутствует, и гораздо больше в масштабе, чем об этом говорят нам официальные источники. Ну, это уже, я думаю, что каждый телезритель уже знает, что такое инфляция, поэтому я углубляться не буду. Второе, что гораздо важнее с моей точки зрения, это очень слабый рубль. То, что рубль слабый, здесь есть определенная заслуга в ковечках нашего Центрального банка. Группа экспертов давно уже указывали, что такое сильное ослабление рубля может привести к определенному хаосу, ценообразованию. И мы сейчас как раз с этим столкнулись. Я уверяю вас, что если бы сейчас доллар стоил бы 30 рублей, вот таких вещей, или в таком масштабе, сейчас бы не было. А вам скажут, при нынешних санкциях он не может стоить 30 рублей? Все может, опять-таки, если будет правильная экономическая политика. Дело в том, что слабый рубль выгоден якобы для того, чтобы управлять внутриденежной массой. Но, опять-таки, оно будет работать только тогда, когда вся система работает исправно, не только фискальная и финансовая, но еще и социальная, еще и производственная, сельскохозяйственная и так далее и тому подобное. Дальше, следующая причина, почему у нас такое происходит, это, вы удивитесь, но отсутствие рабочей силы. Отсутствие рабочей силы. Мы глобально в стране ощущаем нехватку рабочих рук. В сельском хозяйстве, в первую очередь. Об этом тоже надо очень серьезно думать. Дальше, ну, конечно же, санкции, под которыми мы живем. Дальше, пандемия, которая привела сейчас... Давид Ильич, извините, я все-таки тоже вас перевью немножечко. У нас же известно, что, говоря, картошка, морковь, они же завозятся не из санкционных стран, с которыми мы расплевались. Вот, смотрите. Мы же завозим Иран, Турция, Китай. Я поясню. Дело в том, что чрезвычайно важно, в случае возникновения какого-либо скачка, допустим, вот этих больших циклах, чтобы у нас была такая в обойме какая-нибудь страна, которая быстренько нам это все поставит. Но здесь я хочу сказать о том, что все-таки у нас в стране из-за того, чтобы нет рынка чистой конкуренции, а если так посмотреть, то это классическая монополия, и даже, может, где-то с элементами олигополии, когда несколько крупных игроков делают погоду, в этой ситуации можно искусственно вызвать и дефицит в том числе. И играть на рост цен. Что мы, в принципе, и наблюдаем. И вот высказывание нашего премьер-министра как раз из этого исходит. Это как раз переведено в нормальный язык. Как раз это и означает. Потом несколько важных дел, которые открыл ФАС, то есть федеральная антимонополная сговора. По поводу сговора. Это как раз совокупность и дает нам возможность, что здесь у нас не все в порядке. То есть в глобальном масштабе управления экономикой, в частности сельским хозяйством, существуют проблемы на федеральном уровне. Дальше еще одна важная причина, почему это происходит. Ребята об этом уже сказали. Я полностью с этим согласен. Это подорожание удобрения. Подорожание удобрения. Здесь еще добавлю. Подорожание горючего. А почему никто не задумывается о том, что в последние времена действительно подорожал металл, подорожал строительный материал. Причем в два раза в некоторых случаях. В некоторых случаях ближе к этому. И так далее и тому подобное. Потому что мы до сих пор не определились на глобальном уровне. У нас все-таки в России что, рыночная экономика или управляемая плановая экономика? Невозможно сочетать эти элементы. Это во всяком случае на том уровне развития нашего управления и соответственно подготовленности населения к этому. Надо четко выбирать, что мы строим. Мы действуем рыночными методами или все-таки плановыми методами? Хотите я скажу свое мнение, что когда в декабре прошлого года был введен мораторий на рост цен на некоторые основные, на сахаринное масло, мне это не очень понравилось. В том плане, что я знал, что когда этот мораторий закончится, мы получим обратный эффект. И реально так и было. Эти вопросы надо решать не директивными методами, а надо решать скорпулезным планированием. И действительно созданием того класса производителя, который может обеспечить страну этим чрезвычайно необходимым набором продуктов питания. И повлиять на это тоже, безусловно, можно. Дело в том, что у нас перекос в уровне страны немного в сторону политики, а в сторону экономики все меньше и меньше. Одни слова, по большому счету, создание предпринимательской прослойки, особенно на селе. Где реальная помощь этим людям? Когда все дорожает, когда действительно строиматериалы дорого стоят, рабочих рук не хватает, электроэнергия дорожает, газ дорожает. Ну, где-то какие-то реальные шаги должны быть приняты. И причем они должны носить кардинальный характер. Я в нескольких своих статьях указываю, что мы уже оказались в такой позиции, что чуть ли не нам нужно заново сделать, осуществить новую индустриализацию, новую коллективизацию, я имею в виду коллективизацию не создания совхозов и колхозов, а именно кардинальный пересмотр в сторону сельского хозяйства. Другие формы управления надо применять. Уважаемые друзья фермеры, скажите, на ваш взгляд, чем, вот Давид Ильич высказал свое мнение, на ваш взгляд, чем обусловлен рост цен на плодовощную продукцию, еще раз, как я говорил телезрителям, не какую-то экзотическую, которая действительно может доллар подорожал и так далее, а именно, которая считается нашей, которая выращивается в нашей полосе. Ну, рост, на мой взгляд, начался на продукцию еще с прошлого сезона. Это довольно-таки редкость, что два сезона подряд очень плохие погодные условия. Ну, в этом-то году... Ужасные, в этом году ужасные. Опять ужасные? Конечно, у нас уже в районе месяца не было дождей, то есть рост картошки остановился. В том году было обилие дождей большое, причем по всей России, то есть от этого началось. И плюс содорожание продукции, которой мы тоже зависим, то есть те же самые запчасти, стройматериалы, ну, многое, многое, удобрения, то есть от этого многое, что зависит. Вадим? Ну, после слова уважаемого профессора, он прям так вот разложил по полочкам, даже много... Вы согласны с самым главным? Я согласен. Ну, может, вы скажете, дайте лечить ареетик, а мы вот на земле. Нет, все-таки, смотрите, нам тоже... Я хочу сказать от лица всех фермеров, производителей, если люди думают, что здесь цены повысились, и мы начали зарабатывать больше, они вот очень глубоко ошибаются. Мы... Это в лучшем случае, а то и меньше стало. Смотрите, я вам объясняю, ну, чтобы сформировать... Да, можно просто на цифрах, да. Ну, всем интересно, пошли, да, по порядку. Металл в том году стоил 45 тысяч. Какой металл сразу? Вот черный картошки, какой нужен металл, что? Нет, металл... Ну, посидите телезрителям просто. Нет, Иван, смотрите, Давайте сейчас сначала пойдем по порядку, я вам объясню, для чего все нужно. Вот 45 тысяч стоил черновой металл. Сейчас он стоит 120 тысяч. Три раза почти. Хорошо, нам объясняют, мы задаем вопросы. От металла зависит все. Техника. Мы же закупаем технику. Трактор белорус, миллион восемьсот стоит трактор белорус. А вы русский покупаете? А какой нету? А какой нету? В России нет трактора. А руссельмаш. Это, смотрите, они делают трактора, которые мощностью от 350 лошадиных сил. А вам нужны маленькие? А нам нужны 150-120 для трактора. В России таких не делают? Не делают. В России никто не делает, ни один завод не производит такие трактора. То есть до сих пор Беларусь это наш все трактор? Беларусь, либо Германия, класс, там, Джон Дир и все остальные. Причем он занимается, старается уже отказываться от белорусской техники. Нам все объясняют, что... Ну, хотя, да, вот как правильно говорит мой коллега, то есть этот трактор вообще не подходит для современной техники. Беларусь. Ну, Беларусь, он вообще никак не сочетается с современными оружиями. Хотя мы на них вынуждены работать. Ну, вынуждены, да. Мы как-то пытаемся, там, что-то чиним, что-то переходим, что-то хитрим. Все своими руками, да. Даже производители немецкие уже делают адаптеры под нашу технику. Ну, понимают, да. Хорошо, если нам объясняют, что металл это биржевой товар, там, ну, хорошо, ну, там, якобы объяснили. Давайте вернемся к древесине. Ну, куб доски. В том году я покупал по 6 тысяч рублей куб. Сейчас он стоит 18. Вот с чего? Опять три раза. Вот в три раза, да, в четыре даже. А вы, соответственно, уже разговаривали? А с кем разговаривать? Мы с кого покупали? Ну, мы покупаем у колорамы, а они покупают... Да, они говорят, у нас кругляк подорожал. Они зависят, какой имя. То есть, понимаете, да, они объясняют, что очень сильно подорожал, то есть, этот круглый лес, который кругом у нас, да. Вот нам тоже очень хотелось бы услышать у кого-то ответы на эти вопросы. Почему так происходит? Я согласен, металл биржевой, а лес? Вот он, вообще Тверского смешного региона. Это смешно. Смешно. Удобрения, да, в три раза. Средства защиты растений. Это, ну, если средства защиты растений, без них никуда, и они завозны, это из Европы. У нас все импортные? Да, средства защиты растений, это импортная позиция. Даже поясню, я не знаю, что перебил, почему они импортные. Мы пробовали работать с российскими производителями, эффект совершенно другой. Но нету российских, они все равно завозят. Ну, не так, конечно. Нет, но они действующие вещества все равно завозят. Оттуда здесь просто мешают. Ну, видимо, там мешает добросовестно, а здесь помешают, как хотят. Ну, то есть, вот. Если нам, в принципе, более-менее понятно, почему подорожали, допустим, средства защиты растений, потому что там евро, они говорят, а удобрения, которые мы производим, опять же, и мы основные экспортеры удобрений в мире, почему они подорожали, нам тоже непонятно. А потом нам задают вопрос, а почему такая цена складывается? Но при этом мы стали намного меньше зарабатывать. Ну, то есть, при большей цене мы зарабатываем меньше. Я не знаю, откуда такие цены берутся, но для нас в лучшую сторону ничего не меняется. И вот здесь ответ на ваш вопрос, почему-то так много заросших земель. Молком давно нерентабельно заниматься, теперь более-менее было зерном и овощеводством рентабельно. Наш регион, в принципе, один из тех регионов, которые идеально подходят для выращивания овощных культур. Теперь и здесь получается нерентабельно люди уходят. Зачем риски? Нестабильная ситуация экономическая, как сказал, уважаемый профессор. Вот здесь ты не знаешь, что будет завтра. У нас вот аккредитованность бешеная просто. А аккредитованность? Ну, у нас очень много кредитных портфель. А, за аккредитованность. Мы так же не вылезаем вообще. Огромнейшая. Понимаете, а я вот когда думаю, что будет осенью, я пугаюсь. Я не знаю, что будет. Нет стабильности. Если сейчас еще правительство начнет регулировать цены, этот нас убьет совсем. Вообще до конца. То есть, если ты начинаешь регулировать цены, ты сначала разберись в сути проблем. Начни с удобрений, с леса, с металла. Ну, почему вот так произошло? Металл опять-таки у нас... То есть, нет, а там все хорошо. Это же биржа. Мы ничего не можем. А производитель, давайте мы по шапке. Мы, я вам говорю, если какой-то регулированный будет, мы убьем еще 30% сельского хозяйства в России сразу же. Одним махом. Да, даже по поводу того же самого удобрения, закупаем в Череповце на заводе. Там вообще, в принципе, разговаривая с менеджерами, им не интересны внутренние поставки. То есть, там никто не даст ни торговаться, ничего. Там есть цена, хочешь бери, хочешь не бери. Там вагоны отгружаются, там не знаю, куда они отправляются, за границу. То есть, ну, нам никакой нету там, у нас нет доступа там к каким-то скидкам еще. То есть, мы какую цену называет завод, мы вынуждены ее брать. А если мы не будем брать, соответственно, ничего не вырастет. Василий, наверное, я понимаю, вот как раз раз вы разговариваете в данном случае напрямую с производителем, то есть, вы с ним общались, и верно я понимаю, что у вас складывается впечатление, что они просто повысили, что называется, по беспределу. Ну, я так не могу назвать. А как это назвать еще? Ну, как вот, ну, Давид Ильич, вы опять как экономист, я как простой гражданин, но я считаю, вот я, конечно, как абсолютный дилетант в плане аграрного хозяйства и в плане экономики, но когда свой русский производитель говорит, а на бирже в Гонконге удобрение стоит там 40 долларов, поэтому за 10 долларов, ну, по внутреннему цену я не буду продавать, я тоже по 40, это беспредел, потому что, я понимаю, когда вот повысил человек цену на картошку, потому что у него повысились навоз, то есть все, 50, допустим, это обосновано. А когда у тебя, друг, любимые затраты никакие не повысились, ты просто потому что в Гонконге она дороже стоит, и тем более ты знаешь, что уровень жизни в России намного ниже, чем там в США, Канаде, куда ты гонишь эти удобрения, поэтому русские люди не могут по такой цене покупать, потому что у нас доходы, вот у фермеров не такие. То есть, я считаю, это беспредел. Я вопрос, вопрос понял. И это как раз на самой жертве прибыли. Давайте разберемся в ситуации, так хладнокровно, как говорится. Я очень благодарен моим коллегам сегодня, они очень важные вопросы подняли, и я их переведу уже как бы в такое методологическое русло. Смотрите, во-первых, почему я сказал, что слабый рубль – это страшно. Дело в том, что, может быть, этот производитель удобрения, о котором он сказал, до сих пор продает за, допустим, 100 долларов эту продукцию за границей. А 100 долларов, некоторое время назад, у нас стоило 3000 рублей, а сейчас стоит 7700. Разницу видите? Откуда ему взять эти деньги? Конечно. Потом, этот производитель, который работает не на наших станках и оборудованных, у него тоже оборудование импортное. Соответственно, и мировые цены тоже растут в определенном смысле, хотя бы на уровне инфляции. Поэтому он тоже вынужден этой цены повещать. Соответственно, если вот так на круг пойдем, то получается, что из-за того, чтобы у нас нет своего предложения внутри страны, мы не можем предложить ни станков, ни оборудования, ни тракторов, как было сегодня, ни рабочей силы в нужном количестве, то, соответственно, у нас одна проблема, другая проблема, третья, четвертая, и это приводит к всплеску тех эмоций, что мы сейчас наблюдаем. Еще один момент, на что хочу обратить ваше внимание. С деньгами, вообще с финансовой системой надо обращаться очень-очень аккуратно. Вот сейчас обещанные выплаты к первому сентябрю, значит, потом многодетным, это очень хорошо, но это надо было делать очень аккуратно и по-другому. Экономисты посчитали, что эти выплаты в этом году составят примерно 200 миллиардов рублей. Это означает, что эти 200 миллиардов рублей будут сброшены в народное хозяйство. Они получат на руки люди. Люди пойдут купить у них картошку. А вот как раз это создаст ажиотажный спрос на определенные виды продукции. Но я, знаете, еще о чем хочу сказать, что это вот в определенный момент, это будет вот такой всплеск. Но я опять-таки с коллегами согласен. Этот всплеск, когда возникает, не обязательно, что у нас этот всплеск потом упадет. Он может остаться на этом же уровне. И потом еще дальше расти. Вы мне не назовете периодом нашей экономики, последние 15 лет, когда такой скачок происходил, а потом происходил отток назад. Это беспредел или нет, когда металлурги, производя наш металл, который из нашей руды, добытой в России, когда производители, вот как в том году, помните, подсолнечного масла из подсолнечка, выращенного у нас, или вот как участники эфира говорят, производители удобрений, произведенных у нас, просто повышают цену на основании того, что на зарубежных биржах он стоит теперь дороже. Это нормально? Почему нельзя здесь, в России, проводить по одной цене, а туда, пожалуйста, гоните хоть по 1000 долларов за килограмм? Опять-таки, мы говорим сейчас о таких вещах, которые имеют гораздо более глубокие корни, чем нам хотелось бы. Да, это разумный вопрос. Почему так у нас? Для этого должна существовать государственная политика. Государственная политика дотации тех или иных отраслей, чрезвычайно важных для государства. А производство сельхозпродукции – это продовольственная безопасность в стране. Сейчас трудно можно найти страну, в которой не датируются сельхозпроизводители. Хотите, вся Европа – это дотация сельхозпроизводителей. Канада – дотация сельхозпроизводителей. Соединенные Штаты – дотация сельхозпроизводителей. А давайте посмотрим у нас. — Извините, я все-таки вас вынужден перебить, все-таки еще раз говорю, когда вот этим уважаемым нашим гостям, наши производители кругляка, не ваше дерево, вырученное, которое растет дерево, вообще лес в Тверской области, просто, еще раз говорю, повышают цену, а за рубежом-то он дорого, почему он должен дешевле продавать? — Вот как раз я к этому и веду, значит, наших телезрителей, чтобы они поняли. Дело в том, что производитель в рыночной системе хозяйствования, он будет продавать там, где ему выгоднее. — Согласен. Почему? — А чтобы он продавал и заинтересован был здесь продавать, тогда надо датировать эту работу, он же не будет себе в убиток работать, тогда он уйдет и не будет его тоже. — Так они и так, вот, Давид Ильич, все-таки, они же и так прибыль получали, просто, конечно, если они продадут в Германию, условно говоря, это будет сверхприбыль. Еще раз говорю, почему нельзя сделать, что вот нашему уважаемому кабинету министра федеральному, что товарищи, здесь удобрение, условно говоря, по доллару, а на экспорт, пожалуйста, хоть по 10, но здесь по доллару? — Я могу только объяснить эту ситуацию. — Ну, не, абсолютному дилетанту не очень. — Почему так делается, это вы уже указали, куда эти вопросы должны быть адресованы. — Я могу объяснить и объясняю, почему это так происходит. Да, это происходит, потому что у нас проблемы, как некоторые сейчас говорят об ценностях продвижения, это сезонность. Сезонность тоже имеет место быть, но проблема не в сезонности, а проблема в системности. Это проблемы в системном управлении сельским хозяйством и не только в нашей стране. — Уважаемые фермеры, скажите, хорошо, допустим, мне вот интересен такой вопрос, а что можно сделать все-таки, чтобы сдержать цены? Вот, во-первых, сразу такой вопрос в лоб. Скажите, можно сделать что-то, чтобы цены снизились? — Я считаю, что, да. — Василий? — Конечно, это можно. Я даже могу сказать больше. — Было бы интересно, если бы вы более конкретно на примерах привели. — А я хочу спросить, да, это мы следующим вопросом, спасибо, мы соведущего. — Нужно решить, это либо рыночная экономика, либо мы регулирование, да, а когда там у нас полурыночная экономика и полурегулирование, тогда, ну, кто-то пострадает. — Я с этим согласен. — То есть нужно, я считаю, что правительству нужно разобраться, и хотя бы, ну, они продают на биржах, но сделать так, что для сельского хозяйства, для таких нужных отраслей фиксировать цену изначально на удобрения, на металл. — Ну, о чем я и говорил. — Да, ну, пусть на СССР они не зафиксируют, потому что это другое государство, но хотя бы на наше, исконно, из чего складывается себе стоимость. Нужно начать вот оттуда идти с корня проблемы, а не орубить. — Это нереально, потому что у нас... — Почему нельзя сказать металлургам? Здесь по 10 долларов, условно. — Подождите. Металлург и заводы — это частные собственности. — Они должны тогда субсидировать. — Как скажут. Надо тогда чем-то заинтересовать. Или надо, то, что отличается рыночная стоимость за рубежом от внутренней стоимости, надо это тогда компенсировать. — Компенсировать? — Да. — А они все равно пусть наживаются. — Нет, я сейчас вот... — Что значит наживаются? — Ну, дайте вам объясню. — Ну, это сверхприбыль. — Тогда вы сторонник опять экспоприации. — Нет. Ну, я бы сказал металлургам и деревопроизводителям и так далее, что... — Я вам хочу пример. Мы в этом году строим овощехранилища. — Да. — Почему? Я вот знаком с этим вопросом так, ну, немножко... — Они все металлические. — Они металлические, да. — Они металлические, да. И вот, кто нам строит... Ну, напрямую они строить не могут. Там есть трейдеры, которые там металл продают. И когда вот это началась проблема с повышением, правительство пыталось это все сделать как-то вмешаться. И знаете, что они сделали? Они отправили две линии завода на реконструкцию. Уменьшили производство. — Да. — Все. Дефицит. — А поговорить с ними нельзя, товарищи, вот, русал, алюминий, так далее. Товарищ, когда вы просите вас поддержать от государства, государство поддержит. — А когда вы просите цену, вы сразу говорите, извините, это бизнес. — Когда будет много производителей, когда будет конкуренция, тогда и цена будет ниже. А когда монополия или, как мы называем, госкорпорации, не ждите снижения цен. — Ну, это же госкорпорация. — Гос. — Ну, у нас все госкорпорации. И сельское хозяйство — это госкорпорация. — Ну, вот они же не госкорпорации. — Нефть. — Нефть, то же самое. — Да, в какой-то степени, да. — Топливо вообще 49 рублей. — Да. — Электричество, газ, тот же самый металл. — Согласен, да. — Ну, 10 рублей. — А был? — Ну, значит, 4 был. — Назову средний. Вот у меня есть стандартный набор по маслам, то есть по ГСМ. В том году счет закупки был 18-19 тысяч. Набор абсолютно не изменился, не прибавился. Сейчас он 27 тысяч. — И еще, знаете, здесь какой вопрос. Мне все-таки кажется, что создание, то есть сельское хозяйство должно развиваться параллельными путями, скажем так. Вот сейчас строится и у нас в регионе тоже, за что спасибо всем, кто в этом участвует. Вот гигантские мясокомбинаты, можно так сказать. Но при этом сели пустуют. Люди оттуда выезжают. — А, Давид Ильич, вот вы были в Америке. Ведь это же известная тема, что американские фермеры, которые кормят Америку, а еще и полмира, вы знаете, на экспорт гонят. Это же на самом деле совсем небольшой процент населения США. Дескать, вот там все эти фермеры, их немного на самом деле. Массивые люди в городах живут. Это так или нет? — Я плохо знаком с американским сельским хозяйством. — Я про это много раз читал лично. — Я не могу здесь профессиональные суждения вынести, но я могу как бы параллель провести с европейскими производителями. Ну, производительность их труда, конечно, гораздо выше, чем производительность труда наших фермеров. Это безусловно. — За счет чего? — За счет совершенно новой техники, совершенно новые технологии. Смотрите, какие у них, они круглосуточно уже давным-давно производят эту продукцию в теплицах, подогреваемых грунтах, которые поливаются по секундам, поливаются экономнее, чем мы это делаем, затрачиваются меньше. Там работает селекционная наука, которая предлагает новых сортов того, другого, третьего, четвертого. А у нас все это уже, как бы вы видели где-нибудь, что наши селекционеры что-то новое сделали, где такое значимое, что их внедрят в сельское хозяйство. То есть, у нас не зря сказал, что у нас проблема в системности, подходы ко всему этому. Чудо в экономике нельзя, чудо надо руками создавать. руками. И не в один день, а десятилетиями. А то, что было создано, не надо было, наверное, рушить. А сельское хозяйство – это чрезвычайно тонкая вещь. Без крестянина на селе, да. Опять-таки, можно вырастить там, закупая комбикорма. Но вот что-то другое мы теряем. Вот как раз мы потеряли село. И дальше теряем это село. Люди оттуда уезжают. А если, наверное, не будет там людей, ну, не будет ни картошки, и получится так, что… Вы согласны, что рабочих рук вам не хватает? Очень, очень. Семенной материал, кстати, тоже Европа… Да, если хорошие, реально хорошие семена. То есть, в России очень много обмана. Даже заявленные там по элитным семенам картофеля, то есть, заявленные элиты там может быть далеко не элиты. Но у нас нет своей сортов вообще. Да, у нас даже хорошие сорта из-за границы не выдают. То есть, в принципе, такие… Почему? Беловая этика, видите, как страдает. Вот обещанное не соблюдается. Все надо завести оттуда. Все на обмане, все на коррупции. Ну, понятно. Самое страшное, что произошло, убили… Вот в 90-е годы убили деревню. Убили ценности людей. А убили ли? Вы же помните, это известная тема, когда еще отменили в 19 веке крепостное право. Тогда народ массово рванул с деревни, массово вообще рванул. А потом, когда колхозникам дали паспорта в Советском, в это время тоже. Про это еще Валентин Распутин писал, что тогда народ… Это было еще при советской власти. Народ массово бежал из деревьев при первом обмористе. А почему? А потому что тяжек… Потому что никогда не было золотой середины. Никогда не было золотой середины, чтобы людям было интересно работать. Не создавали условия. Понимаете, вы сейчас человек… Человек берет Инстаграм или что-то, он смотрит, да, там всякие вот такие вот современные вот эти… личности, там показывают, как они там купаются в деньгах, как он там ездит на дорогих машинах. А ему надо в туалет ходить на улицу. У него даже нет воды в доме. Понимаете, вот мы бросили вообще работу на этом направлении. Ну, и вот холдинги, они убивают, они убьют все. А почему убивают? А потому что холдингу он возьмет на работу иностранных граждан. Ему… Есть какая-то огромная компания, которая… Он скажет, там, мне надо 200 человек на работу. Ему привезут 200 человек. А у нас, наш человек, он же креативная личность. Да, плюс. Он… К нему нужен подход. Понимаете, да? Ну, я вам объясню. И он не будет заморачиваться вот с этими местными, которые там, ну, сегодня не захотел выйти завтра захотел. Вот, ну, это феерично. Ведь там самым исходить будет за работу. Здесь тоже очень важный момент, уважаемые коллеги. Для того, что ошибок было допущено очень много. Я с этим согласен. Но народ тоже в какой-то степени должен переосмыслить свое поведение. Каким-то образом тоже надо как-то взять себя в руки. Безусловно, если бы вы были, каждый из вас тратит свои деньги, он хочет иметь работника, который не пьет, не бросает, не ломает, слово держит. Соответственно, видите, какая. Значит, тут у нас еще и ментальные проблемы возникают. Еще проблемы даже в воспитании поколения. Вот, 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 как раз я об этом говорю. Это наша, там, наша семья, то есть, изначально все были приучены к труду. То есть, для нас это не страшно. Да. То есть, раньше, как оно сейчас, когда рост цен увеличился на продукцию, сразу все стали задумываться, а вот люди, кто занимается там картофелем, наверное, они богатые. Крестьяне никогда не были богатыми. Никогда. Я, например, желаю, чтобы фермеры всегда были богатыми, потому что вы создаете основу государства. Ну, вы говорите, агрохолдинги нанимают иностранцев. Ну, я же вижу объявление. Я думаю, агрохолдинги, если и за эти вопросы скажут, они не идут работать, не хотят. Ну, правда, люди, которые сидят где-нибудь там в Беженске, я не знаю, в Весегонске и так далее, где эти агрохолдинги, там, старятся и так далее, они скажут, а почему нужно работать, там, условно говоря, за 25 тысяч? Как правило, зарплаты такую предлагают. Нет, хорошую зарплату, хотите сказать, предлагают агрохолдинги. У нас в сельском хозяйстве большая зарплата. А отзвучите, вот интересно людям, может, к вам кто-то и побежит Я могу сказать, что зарплата 40-50 тысяч рублей, которую нам тяжело платить, мы гораздо уже ее платить, лишь бы приходили хорошие специалисты. А он скажет, ну, это только в горячую пору, а в январе нет. Как в горячую пору? Уже согласны, что на круглый год, да. Круглый год почему такая зарплата? Ну, стараемся, конечно, поддерживать, да. Даже я больше могу сказать, в период, там, уборочной, там, плотной нагруженности мы сюда добавляем. И вы хотите сказать, за 40-50 к вам все равно не идут? Вот местные. Я не могу сказать, нет, я объясню проще. Ну, у вас есть проблемы с выходкой рабочей. Да, я объясню проще. Не то, что не хотят идти. А как еще без них? Люди не умеют работать, понимаете? Ну, вы научите. Ну, как учить человека, если он к этому не присутствует? Это опять затраты, это опять собеседливость. Да, мне нужно убирать картофель, и я буду его учить работать. Ну, загадя, зимой. Как я зимой его по снегу научил, например, выкапывать картофель? Нет, это все-таки менталитет немножко, понимаете? Да, люди не хотят. Они смотрят другую жизнь. А он должен трястись в тракторе, понимаете? Вот это все убивает. Да, сидеть в пыли это все. Зачем, если можно в телефоне все? Пропаганда – это вина в том, что, получается, и СМИ, и телевидение. Пропаганда – это гламурный образ жизни, когда красиво тусоваться и так далее. Вот скажите, я даже на канале, на Тверской проспект, хоть одну рекламу, где показывают, что там механизатор, он счастливый, он довольный своей жизнью. Было, нет. А в советское время там только это и пропагандировало. В советское время народ за деревни бежал во все. Ну, тоже бежал. Но хотя бы пропагандировал, хотя бы что-то делалось, хотя бы в школах. Сейчас мы хотели на прополку капусту взять, но школьников нам запретили. Нельзя. Не дай Бог, кто узнает. Когда это было видано? Да мы не учились с осенью, мы работали в колхозе. Я сам в колхоз ездил. А сейчас нельзя. Вот кто принял этот закон? А зачем это нужно было? Чтобы убить, чтобы молодежь, она не хотела вообще этим заниматься. А так труд же приучает, терпение. При этом, когда сетевые фастфудные компании, не будем называть названия, все их знают, которые бургеры и прочее, приглашают молодежь в летние каникулы под работать, это… Это нормально. Мы не имеем права эксплуатировать детский труд. Сейчас даже твой ребенок на тебя может заявление написать, что ты его оставляешь работать. Но это бред. Куда мы дальше катимся, мы до чего дойдем? А потом, говорю, у нас земли заросшие. И не только земли будут заросшие, будет все заросшее. Это ужасная проблема. Уже просто даже ввести в оборот земли, это такие затраты, там, как вы сказали, там лес растет, там лес растет. Опять же, где взять на это деньги. Нужны какие-то программы поддержки, также при покупке техники, чтобы… И будут, даже я так скажу, если будут разрабатываться какие-то программы, мы можем снизить цену на продукцию. Когда мы сможем за счет этих программ как-то покрывать свои расходы. А вот правительство одна из мер тоже, вот коммерсант писал, организовать ярмарки. Вот сейчас вам скажут, велкам устроить ярмарки вот на площади Михаила Тверского и так далее. Это поможет? Популярно объясню. Вот мы производим… Это не мне чиновники, но и мне тоже, на самом деле, мне тоже. Вот 5 до 7 тысяч тонн картофеля, как я на ярмарке его продам? Ну, не знаю. Ну, никак. Да, но я возьму машину, там, 2 тонны продам, все. А вы много ярмарок организуете? Да. А когда ему работать? Нет, нам нужно продавать, допустим, 20-40 тонн картофеля в день. Отфасовать, чтобы продать весь объем картофеля. Если мы начнем сейчас по тонне на ярмарке бегать, ну, это все утопия. Мы вообще закопаемся. То есть, если даже вот, судя из той цены, которая была на картошку, ну, мы максимум по 20 сдавали, я вам честно скажу. Я не знаю, вот дальше. А вот сейчас, если вот все телезрители знают, почему сейчас картошка, вот теоретически, все-таки вы выйдете на ярмарку и будете продавать кому картошку, кому помидору, кому апельсин и так далее. По чем она может быть, если непосредственно у фермеров покупать? Я не знаю, сейчас цена еще не сформирована. Еще не сформирована. Она, причем она очень сильно зависит от южных регионов, то есть, от степени... А, и юг залилов. Да, поставляемость. То есть, грубо говоря, тот же самый Краснодар. Если у них урожай, если у них все получилось, там люди работают маленько по-другому. То есть, если мы работаем, у нас есть хранилище, мы планируем там на зиму, то там люди, грубо говоря, есть земля, посадили, получилось убрать урожай. Им негде его хранить, они его скидывают. А почему нет хранилищ? Ведь сейчас, опять-таки, это бизнес. Ну, у тебя бизнес, как ты производишь овощи? Я могу объяснить. У нас это связано с климатическими... Ну, так тем более настройство. Смотрите, у них тепло. У нас мороз. Мы за счет чего охлаждаем картофель? За счет морозного воздуха, поступающего на улицу. То есть, у нас падает температура, охлаждая. А им нужны холодильные установки. Это тогда картошка даже не 40 будет стоить, если они построят такие хранилищи. Понимаете? У нас им сложнее выращивать картошку. И вот проще... Да, я тоже согласен, что у нас выгоднее вырастет картошку, чем на юге. У нас себестоимость меньше. А они снижают себестоимость за счет того, что у них нет хранилищ, они с поля убрали. С лобисты. Да, им плевать. Зачем туда картошку сажать, если ее там трудно хранить, сажайте. Не знаю. Они ее продают. Там совершенно другие земли. В нашем регионе бедные земли. То есть, почему мы говорим про удобрение и все остальное. Ну, я говорю, даже вот по поводу хранилищ там, что им неудобно. Даже у нас, чтобы сохранить, вот просто скажу среднюю стоимость. Все сейчас новые технологии по хранению – это железные ангары. То есть, они полностью из металла. Это опять то, о чем вы говорили? Да. Я говорю, что стоимость в два раза увеличивая. Вы представляете, если средний размер хранилища, без всякой там вентиляции, установки, автоматики и все остальное, стоило там 6 миллионов – это уже не подъемные деньги. То есть, сейчас она стоит 13-14. Откуда? Откуда? Все вынуждены поднять цену. Ну, опять же, да. Ну, что ж, наш Фер подошел к концу. Дорогие телезрители, мы говорили сегодня о том, почему у нас так все подорожала плодовощная продукция. Выводы нерадостные. Ни до чего не договорились. Да, получается, что в следующем году покупайте обратно датчика в году 89-90-м, согрете картошку сами, потому что, как вы слышали мнение наших гостей из студии, тут надо не ценник в магазине менять, а систему, как в том анекдоте. Спасибо большое, уважаемые фермеры. Хорошего вам урожая. Давид Ильич, спасибо большое за участие. Спасибо и вам, телезрители, что смотрели нас. Спасибо. До новых встреч и хороших ценников вам в магазинах. Записанин. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!